МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внезапная метель уже не удивляет самарцев. В этом месяце снег ложился пять раз, но долго не задерживался. Сложно припомнить, чтобы в ноябре было так тепло. В 60-х, начало 70-х годов. В ноябре уже морозы стояли, и снега было валом. А сейчас погода поменялась как? Сейчас должен идти снег и лежать, он уже вообще должен, по идее. А круглые сутки дождь шел. Сутки дождь шел вчера. Или снег, или дождь. Вот так мы только каждый день живем. Погода преподносит сюрпризы буквально каждый день. Я вот, например, не успела переодеться из осеннего пальто. Ведь вчера в городе было плюс 10, а сегодня Самару заметает. Впрочем, снег через несколько минут начал таять под каплями дождя. Кажется, непогода в этом месяце действительно в моде. За весь ноябрь солнце светило лишь 10 часов, вместо положенных 47. А в среду побит температурный рекорд. Так тепло в городе не было последние 80 лет. Так что же происходит в небе над Самарой? Мощный циклон. От этого циклона фронты. Разные участки, холодные, теплые сектора фронтов. Поэтому снег, дождь, мокрый снег. У нас период как раз переходный от осени к зиме. Поэтому, в общем-то, такая погода характерна для этого периода времени года. Такая же переменчивая погода ждет нас в ближайшую неделю. Но в выходные солнце все же покажется из-за туч. Температура днем от нуля до минус 7. В первых числах декабря потеплеет и снова осадки. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, Григорий Плешаков. События. Громкая пропажа. С улицы Фрунзе исчезла скульптура Буратино. Самарцы переживают, куда делась фигура и вернется ли она на место. Своё расследование провела Марина Матвейшина. От Буратино только постамент остался. Прохожие недоумевают. Куда могла исчезнуть 300-килограммовая скульптура? Не правда, что ли? Или это просто развод какой-то? Не знаю даже. Не, ну кому может понадобиться такой памятник? Вот он стоял здесь как символ города. Кому он мог понадобиться, я даже не представляю. Может какие-то мародеры на металл сдали, он же из бронзов. Очень жаль, что люди так воспитаны, что портят то, что делается другими людьми. Неравнодушные самарцы даже полицию вызывали для поиска в пропаже. Буратино нашелся в музее усадьбы Алексея Толстого. Неожиданно у нас, скажем так, упал. Дело в том, что может быть делали неудачные селфи, может быть, как бы группа людей отдыхала не очень корректно. В принципе, ходить его ломать, но я думаю, это нет. Это даже, ну, нет. Просто кто-то неудачно, просто, скажем так, облокотился. От падения Буратино не пострадал, только золотой ключик сломался. Сегодня его отправляют на реставрацию, и уже на следующей неделе скульптура вернется на место. Будут укрепляться у нас основания штыри. Укрепление будет проходить по пяти частям, значит, основания. Это центральная часть и четыре боковых штыря. Все остальное у нас в целости, сохранности. Нос, бомбоны, рука наша любимая, которую мы все тремы любим, книга обязательно при нем. Исчезли в эти дни и девочка с мальчиком из фонтана в Струковском саду. Каждый год фигуры убирают на зиму. Это вынужденная мера. Из рук мальчика несколько раз воровали зонтик. Шашка Чапаева тоже не дает покоя вандалам. Ее крали шесть раз, пока не отлили из стали. Этот металл в пункт приема не сдашь. Но и это не остановило врагов красноармейцев. Очевидно, шашку снова пытались украсть. Ранее у коня воровали сбрую, у матроса пулемет, а у солдат штыки. Не только меркантильный интерес движет злоумышленниками. Порой их мотивы понять затруднительно. Золотую рыбку превратили в рыбку гламурную. Многострадальный арт-объект уже не первый раз подвергается атакам вандалов. За то время, что она здесь находится, с сентября прошлого года, ее перекрашивали в розовый цвет два раза. Кроме того, ей постоянно отламывают то хвост, то плавник. И местные жители говорят, что нужно бы ее сделать не из гипса, а из железа, чтобы точно никто не сломал. За порчу скульптуры памятников вандалам грозит уголовная статья и штраф до 40 тысяч рублей. Но порой восстановить арт-объект стоит гораздо дороже. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Вы можете силой мысли переключить телевизионный канал? Думаете, это фантастика? Вовсе нет. Самарские ученые изобрели прибор, который позволяет это сделать. Не забавы ради. Эта технология поможет инвалидам забыть об ограниченных возможностях. Уникальная лаборатория в медуниверситете – одна из передовых. Таких во всей стране всего 12. Здесь соединяется медицина и IT-технологии. На что способна сила мысли, поражалась Валерия Макарова. Сила мысли – никакого мошенничества. Искусственную руку заставил сжаться в кулак сигнал из мозга Максима Бабкова. Надо очень сильно сконцентрироваться и вообразить. Достаточно четко надо воображать, чтобы получилось движение руки. Я должен представлять свою руку конкретно. Свою руку и действия, которые я совершаю. На голове Максима специальный прибор – энцефалограф. Он считывает мозговые импульсы. Чтобы рука подчинилась мысленному приказу, импульс должен исходить из определенной части мозга и быть достаточно сильным. Так в лаборатории Медуниверситета создают технологию, которая ляжет в основу приборов спасительных для инвалидов. Тот же телевизор, который включится в тот момент, когда он хотел бы это сделать, и переключится на тот канал, который хотел бы он посмотреть. Мы здесь как раз пытаемся найти те сигналы, чтобы они были с уверенностью такими, чтобы они управляли этим, этим, этим устройством. Еще годы ученые не дают точных прогнозов, уйдут на создание таких приборов. Он должен угадывать желания человека и реагировать даже на незначительные сигналы. Но технология работает уже сейчас. Искусственная рука сжимается по немому приказу. Как видите, мы на себе решили испытать эту технологию, и, как оказалось, все не так просто. Первых результатов добились примерно через 10 минут после того, как надели энцефалограф. Но чтобы добиться постоянных результатов, нужны часовые тренировки. На этом экране вы видите мою мозговую активность в реальном времени. И когда мозг посылает импульс сжать руку, наибольшая активность, а это желтое поле, появляется в левой части. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Мастер-класс от олимпийских чемпионов. Алексей Немов, Светлана Хоркина, Николай Крюков. В мире спортивной гимнастики эти имена знают все. И у каждого свой секрет, как добиться большого успеха в спорте. На звездной тренировке побывал Олег Зверев. Раз, два, три, четыре. На коне Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, дает мастер-класс для юных атлетов. Комплекс упражнений из программы подготовки сборной России. Звезды большого спорта делятся с ребятами секретами успеха. Это здорово, что мы сегодня можем приехать, олимпийские чемпионы, к нашим детям, которые выбрали этот не самый простой вид спорта. Он очень трудный, но очень зрелищный. И самое главное, он медальемкий. 14 комплектов на град разыгрываются на олимпийских играх. Тренировать мальчишек приехал и Алексей Немов. Это ему рукоплескали поклонники спортивной гимнастики на олимпиадах в Атланте и Сиднее. В общей сложности он завоевал 12 медалей. Из них 4 золотые. Были у тольятинского чемпиона и другие победы. Поделиться формулой успеха Немов готов с каждым подростком, увлеченным спортивной гимнастикой. Такие вещи должны проводиться для того, чтобы наши дети понимали, ради чего они могут стремиться в спортивной составляющей. И плюс, конечно же, это и здоровье. Гимнастика – это базовый вид спорта. Звездный олимпийский десант на Самарской земле. Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Елена Шевченко. Сегодня они работают для самарских воспитанников. Солоку держим, держим. Да, не сапогу, не сапогу. О перспективах олимпийского движения в России спортсмены говорили и на встрече с губернатором. Николай Меркушкин вкратце рассказал о стадионе, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме того, в регионе будет построен Большой Ледовый дворец. Эти объекты станут визитной карточкой Самары. Что же касается массового спорта, сегодня по всему региону открыто уже 250 новых спортплощадок. На третье увеличилось количество людей, удовлетворенных. Возможность заниматься спортом и так далее. Это так, динамика, это хорошая в этом смысле динамика. Но тут крупных объектов, крупных объектов. Сейчас в декабре месяц, ну в декабре, может в январе что-то, да, как в декабре занятый, сильный месяц, спортивных новых объектов, такого высокого очень уровня, открывать будем. Это тройки, три сразу, лед там же, бассейн там же, универсальный зал там же, под одной кровью. По словам чемпионов, в Самаре сегодня создаются такие условия для тренировок, что город вполне сможет заявить о себе на весь мир. Нынешние воспитанники спортивных школ – это будущие герои спорта. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События. Если спортсмены не против встреч, то управляющие компании не всегда за общение. Жители поселка Петродубрава не понимают, почему должны оплачивать высокие счета. В этом месяце сумма в квитанциях заметно выросла. Но причину руководство управляющей компании людям не объяснило. И встречаться с жителями не спешит. Вместе с экспертами в ситуации разбиралась Алина Чемерес. В этом месте жители лишний раз стараются не ходить. С грустью шутят. Благо в квартирах, пока такие сосульки не висят. Очень холодно. Хотя в квитанциях за коммунальные услуги суммы доходят до 7 тысяч. За что они должны платить такие заоблачные, по их мнению, деньги, люди не понимают. Нас плохо отапливают, плохо изолированные трубы у нас идут. Мы неоднократно обращались, чтобы не было у нас этих вещей. Но никакого внимания на нас не обращают. В этом месяце жители, получив квитанцию, удивились еще больше. Счета на электричество в графе «Общедомовые нужды» у каждого свыше тысячи рублей. «1696 – это на «Общедомовые нужды» только электричество. А в доме 550 рублей – это 160 киловатт. 1744 – все вместе только на электроэнергию». Разговаривать на эту тему с жителями в управляющей компании коммунальные системы не стали. Свою позицию озвучили, лишь когда в эту фирму обратилась наша телекомпания. Громадные счета в коммунальной конторе объясняют тем, что еще летом в доме поставили счетчик на электроэнергию. И теперь люди оплачивают его стоимость. Деньги нужно вернуть ресурсоснабжающей организации. Но о том, что людям предстоят такие траты, их предупредить от чего-то забыли. То, что жителям коммунаров 14 увидели в своих платежках, это за два месяца «Общедомовые нужды» – сентябрь и октябрь. СССР, предъявив нам счет вот с такими показаниями «Общедомового прибора учета», не вычла показания приборов учета, стоящих в нежилых помещениях. В ноябре, естественно, людям будет произведен перерасчет ноябрьской квитанции. В сельских районах обычно коммунальные услуги стоят дороже, чем в городе, говорят эксперты. Потребителей тепла и воды меньше, а объем поставок у ресурсоснабжающих организаций почти такой же. Экономить на коммунальных услугах жителям помогают региональные программы, о которых люди зачастую просто не знают. Это обязанность, обязанность органа местного самоправления вести вот эту разъяснительную работу, обучающую работу с председателями Советового домов в первую очередь. В декабре месяце мы, может быть, как раз и рассмотрим этот вопрос и проведем занятия для председателей Советового домов и активистов. Какие региональные программы есть, государственные программы, что можно сделать, как можно войти в эту программу. Участвовать в таких программах могут муниципалитеты, а не отдельные дома. Но ничто не мешает активным жителям прийти с инициативой к местным властям. Алина Чемерес, Станислав Левин, Константин Головин и Максим Гусев. События. Еще недавно в моде были клубы и компьютерные игры. Сейчас молодежь серьез увлеклась военно-патриотической темой. Знание тактики боя у многих современных подростков занимает высокие позиции в шкале ценностей. Андрей Трой с удовольствием поехал посмотреть на то, как мальчишки с оружием в руках действуют на поле боя, несмотря на превратности погоды. Компьютерные стрелялки не для них. Эти ребята предпочитают заниматься военной тактикой в реальности. На полигоне в Рощинском встретились 22 команды из военно-спортивных клубов области, чтобы выявить сильнейших. Знание военной топографии, умение передвигаться по полю боя и, конечно же, практические стрельбы. Все это в рамках очередного этапа военно-спортивной игры «Штурм», который состоялся даже при такой отвратительной и холодной погоде. Эти ребята уже знают, как вести себя на поле боя, умеют ориентироваться, разбираются в оружии. В полуфинале игры команды выполняют учебные стрельбы, показывают навыки тактического введения боя и даже проведут штурмовую операцию по спасению заложников. И все это в тяжелых погодных условиях. В финале же все будет еще круче. Если мы выйдем в финал, то мы пойдем в полевой выход на всю ночь, это сложно будет. А пока что сложностей не возникало таких больших. Многие из участников игры уже сейчас готовы к службе и мечтают о военной карьере. За ними пристально следят военные инструкторы, оценивающие навыки будущих солдат. И, конечно, выставляют баллы за время, точность стрельбы и действия в боевой обстановке. Они с положительной стороны к нам относятся и, в общем-то, рассказывают, как здесь все происходит, как служатся. И я могу сказать, что ребята, которые участвуют, положительно отзываются о воинской службе. Очень многие хотят после окончания учебы идти служить. Финал военно-спортивной игры «Штурм» пройдет 22 ноября. В нем примут участие 10 команд. Этот сложнейший для непрофессиональных военных этап выявит лучшие команды, которые получат ценные призы для своих клубов. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События. Пожать руку обезьяне и покататься на гигантской черепахе. В Самаре открылся контактный зоопарк. В нем десятки экзотических животных, с которыми связаны удивительные истории. Чем опасен ежик и как спасают жизнь змеи, узнала сама, а теперь и вам расскажет Марина Матвейшина. Покатай меня большая черепаха, самая большая в Африке. Геркулес может перемещать людей до 40 килограммов, больше нет, буксует. Сам он весит по центнер, а возраст его за 80, хотя по черепашьим меркам он еще совсем юнец. Она плавно очень ходит, удобно, мягенько. И очень медленно. В контактном зоопарке более ста животных. Их можно гладить, кормить, держать на руках. Звери и птицы приветливые и дружелюбные. Все они родились в неволе. Из самых первых дней общаются с людьми. Попугай Марта попала сюда из цирка. Из-за хулиганского характера она часто срывала представления. Ведь кусаются, бросаются животные те, которые боятся. А если он знает, что мы не опасность, смысл нас обижать. То есть, например, вот такой попугачик спокойно может откусить пальчик. Но при всем при этом, вот видите, она знает, а чем мне делать больно. Мы же с ней друзья. Любимец малышей – ушастый ежик. Однако в природе он считается одним из самых жестоких животных. Прежде чем начать есть свою добычу, например, мышь, он даже не удосуживается ее убить. А вот страшные змеи, оказывается, спасают детей. Ой, она по мне ползет. Несмотря на то, что в России все очень боятся змей, и я, кстати, вот сейчас тоже ее немножко побаиваюсь, в Индии змей держат в качестве домашних животных. Дело в том, что там очень много обезьян, и когда дети маленькие остаются дома одни, обезьян может забежать в дом и утащить ребенка, и съесть его. Но если дома находится змея, то ни одна обезьяна туда не заберется. Соответственно, в Индии очень уважают и любят этих животных. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Самара – уникальный город. Здесь мирно уживаются самые разные народы. И национальные праздники принято отмечать всем вместе. Всего за один день наша съемочная группа побывала на нескольких торжествах. Везде Андрей и Троя встречали улыбками и угощали разными вкусностями. Керсари – это чувашский праздник урожая. А в переводе – осеннее пиво. Его проводят после завершения осеннего сбора урожая. В этот день чуваши приглашают в гости родственников и друзей. В Самаре соседями чуваши являются многие народы. Поэтому вход на праздник, который прошел в субботу в Доме культуры имени Литвинова, был открыт абсолютно для всех. Мы очень любим свой язык и стараемся, чтобы их никто никогда не забыл, чтобы наши дети учили этот язык, чтобы старые не забывали. В день праздника Керсари принято весело проводить время, петь песни и выставлять на стол лучшие национальные блюда. Варить пиво и угощать всех гостей. Блюда у чуваши незамысловатые, но очень вкусные. Это главное национальное блюдо чуваши. Называется шартан. Желудок, фаршированный всякими разными вкусностями. Я отсюда долго не уйду. Многонациональный праздник продолжили финно-угорские народы. В Самарской области их больше 70 тысяч. Основные народности это Мардва, Марийцы и Удмурты. Познакомиться с культурой этих и других народов, входящих в финно-угорскую группу, можно было на концерте в Доме дружбы народов. Здесь можно было услышать песни этих народов, увидеть старинные танцы и познакомиться с национальными костюмами. Лейп-мотив нашей сегодняшней встречи. Конечно же, мы должны помнить свои корни, знать их, развивать культуру. Но всегда помнить, мы прежде всего россияне. Мы граждане России. Что такое традиционный ислам? И почему сейчас мусульманам надо показать, что их религия не имеет ничего общего с насилием и разжиганием конфликтов? Об этом говорили на форуме мусульманской молодежи «Мусульмане в современном мире». Вы пытаетесь доказать, что ислам – это религия мира, религия добра, и то, что происходит в мире, никак не связано с исламом. Когда люди именем свыщего творят зло, это неправильно. Мусульмане Самарской области надеются, что мир поймет, что террор и казни не имеют ничего общего с истинным исламом, и что весь мир должен сплотиться против общей беды, невзирая на вероисповедание и национальность. Андрей Трой, Артем Сулайманов, События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения и хороших выходных. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok